Море. Оно глубоко и огромно, а в его недрах живут существа, способные причинить немало проблем для человека. Экзотические морские обитатели могут выглядеть красиво или просто очень необычно, привлекая наше внимание. Но нередко эта красота бывает коварной, ведь в природе самые яркие существа зачастую и являются самыми опасными. В этом ролике мы расскажем вам о семи опасных морских животных. Итак, поехали! РАЙТИНГ Открывает наш рейтинг опасная и в то же время удивительная рыба-лев, также известная как полосатая крылатка. Это симпатичное создание длиной около 30 сантиметров. Большую часть времени крылатка находится среди коралла в неподвижном состоянии, и лишь время от времени переплывает с дому вместо на другое. Благодаря красивой и необычной краске, а также длинным веероподобным плавникам, эта рыба привлекает к себе внимание, как людей, так и морских обитателей. Однако за красотой ее плавников скрыты острые и ядовитые иглы, которыми она защищает себя от врагов. Сама рыба-лев не нападает первой, но если человек случайно заденет ее, то от одного укола такой иглой у него резко ухудшится самочувствие. Если уколов будет несколько, то человеку потребуется посторонняя помощь, чтобы доплыть до берега, так как боль может стать невыносимой и привести к потере сознания. Обитает рыба-лев в Тихом Индийском океане, в берегов Китая, Австралии и Японии, а также в Карибском море. Небольшие осьминоги забавной расцветки на самом деле являются одними из самых опасных животных в мире. Синекольчатый осьминог может менять окрас своего тела, подстраивая оттенки под окружающую среду. Проворные и очень агрессивные осьминоги часто первыми нападают на своего противника. Каждая особь этого вида содержит такое количество яда, которого достаточно для убийства 26 взрослых людей. Часто бывает, что жертва даже не замечает нападения, вплоть до появления первых признаков отравления. После укуса наступает полный паралич, который может продлиться много часов. Причем жертва не может даже самостоятельно дышать, хоть и находится в полном сознании. Противоядия от синекольчатого осьминога не существует. Единственный способ спасти человека – сразу начать делать искусственное дыхание. Большая часть людей, проживших после укуса в течение суток, обычно выживает. Встретить такого осьминога можно у берегов Тихого океана. Особенно большое количество водится в районе Нового Южного Уэльса и Южной Австралии. Кубомедузы – это если не самые опасные морские животные, то уж точно одни из самых опасных в мире. Отличить их от безобидных медуз довольно просто по специфической форме купола, которая имеет кубическую форму. Ее щупальца могут достигать даже 4 метров в длину. Иногда достаточно одного прикосновения, чтобы наступила смерть. Яд некоторых видов вызывает мгновенный паралич и человек просто захлебывается в воде. Кубомедузы своими щупальцами убивают сотни людей ежегодно. Жалят они только тогда, когда чувствуют реальную опасность. Медуза скорее уплывет в виде водолаза, чем позволить разглядеть себя. Да-да, именно увидев, потому что именно эти медузы обладают способностью видеть и разгонять скорость до 6 метров в минуту. Опасные для человека виды встречаются у берегов Австралии, Юго-Восточной Азии и Индо-Западной части Тихого океана. Кто не собирал красивых улиток для коллекции? Собирали многие, но отнюдь немногим удалось привезти с морского побережья особый трофей – улитку в виде конуса. Конус-улитка – это улитка-хищник, причем одна из самых ядовитых в мире. Днем она прячется в песке, а ночью выползает на охоту. Заметив неподалеку рыбу с помощью специально чувствительного органа, конус начинает медленно приближаться к ней. Как только он оказывается рядом с добычей, сразу же пивается в нее своим горкунообразным зубом. После этого в тело жертвы поступает смесь из различных токсинов. Затем конус-улитка полностью поглощает свою добычу. Яд конуса опасен и для человека. Очень часто необычно раскрашенная раковина побуждает человека забрать улитку себе в качестве сувенира. В таких случаях живой конус начинает защищаться и жалит неприятеля своим зубом. Известно немало случаев, когда отравление его ядом заканчивалось для человека смертью. Конус-улитки населяют все тропические моря мира. Бородавчатка или рыбокамень очень опасна. Она входит в топ-10 самых ядовитых животных в мире. Несомненно, ее стоит бояться и обходить стороной. Выглядит рыбокамень очень израчно. С серо-коричневого цвета с буграми по всей поверхности. А нижняя челюсть выдвинута вперед. Рыбы этого вида обычно малоподвижны. Они часто просто лежат на морском дне мелководья. Поэтому их трудно заметить и люди нередко просто наступают на нее в воде или на побережье. Главное оружие бородавчатки спиной плавник с невероятно острыми отравленными шипами. Яд бородавчатки может привести к смерти в течение нескольких часов. Поэтому медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно. Обитает рыбокамень в мелководье Красного моря, побережье Самуа, Фиджи и Индонезии. А также на Маршаловых островах в Австралии и на Филиппинах. Эти животные могут представлять реальную опасность для человека. Хотя скат никогда не нападает первым, но случайная встреча, которая может быть роковой, с ним вполне возможно. Как и другие скаты, хвостокол держится на дне, предпочитая мелководные заливы, где он зарывается в песок. Или прячется в расселенных скал среди камней. Если его случайно потревожит, то он нападает, если не может скрыться. Главным оружием ската является хвост с наконечником, в котором вырабатывается яд. После удара хвостом человек получает сильные болевые ощущения и отравление организма. Самой известной жертвой ската хвостокола был Стив Ирвин. Трагическая встреча которого с морским монстром случилась в 2006 году. На съемках очередной телепередачи Стив получил смертельный удар в область сердца. Ареалом их обитания есть все соленые моря и океаны мира. Миллионы морских змей обитают в глубинах морей и океанов. И все они более или менее токсичны. Морские змеи довольно крупные создания. Их длина достигает полутора метра. Именно эта морская жительница способна умертвить любую рыбу за считанные секунды. Природа наградила их ядом высокой токсичности. Для людей морские змеи менее опасны. И используют свой укус только в крайнем случае. Тем не менее, неопытные рыбаки, которые ставят сети, умудряются вытаскивать этих змей руками, получая болезненные укусы. Жертва не сразу чувствует эффект. Лишь в течение часа появляется головная боль, рвота и другие симптомы. Если не принять необходимые меры, возникает почечная недостаточность и сердечный приступ, которые в итоге могут привести к летальному исходу. Большинство морских змей обитает вдоль побережья Австралии и Юго-Восточной Азии, особенно Индонезии и Японии. На этом у нас все. Если вам понравился ролик, ставьте лайки. И не забудьте подписываться на наш канал. Впереди еще вас ждет много чего интересного. Пока.